Всем привет! В эфире канал Simple History. И сегодня у нас первый выпуск, посвященный музеям Северного Кавказа и Юга России. И начнем мы с самого Северного музея, просто поскольку я там уже был и там уже нафоткал. Музей это не просто музей городской какой-то, это один из первых археологических музеев-заповедников под открытым небом, в принципе, в России, основанный еще в середине 19 века. Речь пойдет о древнегреческой колонии, самой северной древнегреческой колонии, в городе Танаис, который расположился в Ростовской области, в низовьях Дона. Найти его, в общем-то, несложно, расположен он примерно посередине между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Там на трассе есть огромный указатель на хутор Недвиговку и на город Танаис. Там такая развязка большая, хорошая, удобная. В общем, пропустить его довольно сложно, если только не болтать в дороге. При повороте на хутор Недвиговку, по этой развязке, не доезжая немного до этого хутора, по правую сторону начинается такое огромное парковочное место и огромная площадь, огороженная забором, таким длинным, который, в общем-то, тоже сложно пропустить. Скажу так, об обеспечении музея. Если туда ехать, то лучше, допустим, попить и покушать сразу с собой взять, потому что, к сожалению, там ничего такого нет, не покушать, не попить особо. Люди приезжают со своим туда. Единственное, что там есть парковка внутренняя, охраняемая, внешняя, в принципе, есть. Ну, как бы, охраняемую парковку использовать, если я не вижу смысла, в таком публичном месте большом. Поэтому приезжаете, паркуетесь и заходите прямо в центральный вход, хотя и написано на сайте, что вход там платный, но сам вход, в общем-то, оказался бесплатным, никто его особо там не контролирует, поскольку касса находится в несколько глубине. Сходу там, значит, начинается такой длинный парк, несколько аллеи в разные стороны. С правой стороны большая такая аллея, где люди сидят тут на лавочках, там на травке, пикнички устраивают, кушают, там отдыхают. Там находится такая реконструированная башенка, полуразвалившаяся, такая красивая, и на ней такой пятидесятал под ней точнее, где выступают артисты. Дело в том, что на ИС периодически проводят различного рода мероприятия, там танцевальные какие-то, артистические, то есть просто концертные, да, то есть там какие-то вот такие вот мероприятия, посвященные так или иначе истории этого города проводятся, и администрация, в частности, вот 16 сентября будет очередной фестиваль, театрализованное шоу, можно туда съесть, как раз повод будет. В общем, центральная аллея, она, в общем-то, ведет к кассам и ко всем вот этим музейным постройкам. Здесь у нас сразу сходу такое миотское жилище. Тут я как бы намекаю темы зрителей, которые относят себя к адыгам черкесам. Почему вам особенно это интересно будет, городище это древнее, потому что там были предполагаемые адыгские предки миоты, они там жили, они составляли довольно крупную часть этого города, его истории, весь пригород доумиотский. В общем, и там часть выставок посвящена именно миотам и их жизни. И вот такая вот хижина стоит, миота, глиняная, реконструированная, не можно зайти, посидеть, почувствовать себя древним миотом. Справа такой дом восстановлен, вроде как грека получается, тонаиста обычного зажиточного. Там уже, к сожалению, не пройти. И дальше вы проходите к кассам, билеты там не очень дорогие, само вот это вот музейный этот комплекс, он делится, собственно, на раскопки города и отдельные здания, в которых находятся экспонаты. То есть это центральный музей, это музей одежды, это музей всяких вышелок, каких-то бисеров там, прочего такого всего. Ну и еще разные такие более мелкого характера, скорее относящиеся к местному такому мастерству, рукоделию. Как я уже сказал, ценники недорогие, если взять по кругу все музеи, то выйдет примерно 450 рублей с человека. То есть в среднем экскурсия в одно из мест это где-то 50-80 рублей. Значит, ну самое главное, это раскопки. Раскопки, тут надо понимать, дело в том, что площадь Танаис, она была огромная. Ее из космоса очень хорошо видно, как гигантскую неровную местность. И несмотря на то, что музей существует уже там получается полтора века, раскопано, наверное, чуть меньше половины на сегодняшний день. И раскопки еще идут. То есть это видно там, как бы если заходишь, с левой стороны то, что уже раскопано большей частью, хотя там дальше еще идет. А с правой стороны небольшая, вот идет текущая раскопка, идет выгребание вот этих ненужных камней лишних, земли, там куча свалена. То есть как бы работа в процессе. То есть люди, которые были там 10 лет назад, говорят, что стало больше. То есть научные исследования проводятся на сегодняшний день. Слева там такой римский мост восстановлен, по примеру римского моста в Киольне Древнего. По нему переходите, там по дорожкам ходите, видны вот эти остовые зданий, там таблички рассказывающие о том, что здесь с этим городом было. Тут собственно говоря стоит, наверное, перейти и рассказать немножко о самом этом городе. Этот музей и раскопки, они по площади довольно огромный, это 3000 гектар, в которых все это объединено, весь этот комплекс. И тут как бы от Палеолита, начиная от каменного века, заканчивается все 19 веком, то есть очень длинный период времени. Тут стоит как бы поговорить, наверное, о самом городе, что из себя представлял Танаис. Так, Танаис это древнегреческий античный город, который в третьем веке до нашей эры основали в устье реки Дон, тогда еще в власти Дона. Греки, собственно говоря. Но дело в том, что, почему я говорю тогда еще, тогда Дон имел немножко другое русло, то есть можно было с Азовского моря зайти и сюда и к городу подплыть, там выгрузиться, погрузиться, портовые сооружения были. Сейчас из того всего нет, Дон ушел южнее. Это как бы ответвление небольшое, называется это Мертвый Донец. Такая мелкая речушка совершенно непроходимая для судов. Причем это от моря, там еще такое приличное расстояние, то есть километров, наверное, двадцать. Хорошо известно, что с самого начала, с самого основания население в нем было смешанное. Там были и миоты, там были очень греков, но все-таки в малом количестве зажиточном. Там со временем преобладать стало скифосарматское население. Седали все-таки эти кочевники там. Вот с самого начала это была такая точка, самая северная и самая, наверное, востребованная в торговле, потому что она практически со всем этим азиатским миром, кочевым, открывала путь торговли. Воронку такую. И город очень быстро развился, стал крупным таким центром культурным. Тот же Страбон называл его самым большим, после Пантикопеи, то есть столицы древнего Босфорского царства в Керчи. То есть торжеще варваров, там крупнейшего он писал. Считалось у греков, что там как раз проходят границы между Европой и Азией. И постепенно город повелетал все-таки не греческие, а вот такие степные скифские черты. Все-таки преобладало население местное в нем. Он несколько периодов пережил, то есть он какое-то время расширялся, потом были волны, когда на него нападали кочевники, разрушали его, потом восстанавливался. Это очень хорошо видно по описаниям на этих раскопках, когда говорится, что вот здесь западный квартал города был с западными воротами, потом его разрушили, он уже меньше стал. Жили в городе люди, а вот здесь от руины уже лежали. В какой-то момент он стал вызывать зависть босфорских царей. Случилась война большая на Азове тогда, и Босфор захватил все-таки город Танаиз, хоть и порушил его серьезно, но захватил и использовал его. Но с тех пор считается, что он начал чахнуть потихонечку. Ну как бы не был нанесен такой серьезный вред ядру города. Привело это к тому, что в 237 году нашей уже эры, на исходе босфорского времени, босфорского царства, во времена вот этих крупных миграций, с самого начала их, он был разрушен готами, которые как раз шли в Причерноморье, и его жители вынуждены были бежать из города. Они заняли эту крупную дельту Дона, болотистую дельту, попрятались в этих болотных лесах, и почти несколько поколений они там жили. То есть город был разрушен в это время, и там есть такое исследование про то, что в это время появляется отдельная культура, отдельные какие-то поселения в этой болотистой дельте. Это все отражено в музее центральном. Со временем, конечно, жители вернулись в город, но их было мало, и большинство из них, ну, либо погибло, либо мигрировало туда, и уже город утерял, естественно, свою роль, потому что и босфорское царство пострадало серьезно, и он начал чахнуть, чах, чах, и где-то к третьему веку он окончательно зачахал. Ну, как бы там было просто деревня была, и все. Вот так деревня существовала долгое время, ну, к началу V века совсем запустело, и уже спустя аж, получается, 500 или 600 лет только венецианцы вспомнили, когда начали приходить в Северное Прочерномоние, венецианцы вспомнили о том, что там находилась колония у греков, и там построили новую колонию, называлась она по старой памяти Тана. Вместо Тенеиса то стало Тана. Но построили они уже чуть-чуть на другом месте, не на том же самом, немножко рядом, на изменившемся уже русле Дона, там где примерно сегодняшний город Азов находится. Называется это старый Дон, допустим. Позже, конечно, история развивалась, византийцев оттуда выпили, туда уже пришли генуэсцы, которые держали его до 1395 года, когда войска Тамерлана его уничтожили, Тану. И только к 15 веку эту колонию восстановили на месте позднейшего города Азова, но тоже она недолго продержалась. Пришли турки, захватили город, и он стал турецким. Ну, а как мы знаем из истории России, что Азовское сидение и прочие истории Петровские, Азов был позже захвачен Россией, к 18 веку у турок, и с тех пор стал русским городом. Но сам древний Таноиск к тому времени уже зарос землей, где-то не было видно. Собственно, как археологический объект, он был открыт в 1823 году, членом-корреспондентом Парижской академии полковником Стемпковским, который тогда по личным указаниям Николая I искал, оператор был влечен курганами, и он искал вот эти вот курганы, там какие-то богатые находки. Но как бы увлеченные курганами, они не особо сильно остановились на Таноисе. Позже я проводил его раскопки профессора Московского университета почему-то по кафедре римской словесности и древности Леонтьев 1967 года Тизенгаузен. Назывался он тогда Недвиговское городище. И, значит, Леонтьева этого наняла имперская археологическая экспедиция, чтобы раскопать городище. Да, он его копал, конечно, но копал, мягко говоря, бессистемно и больше вреда нанес городищу, чем пользы. И покопавшись там, ничего не найдя такого впечатляющего, никаких золотых изделий каких-то бронзовых и ярких, ну, он забросил это дело. Так она вот несколько лет пролежала, это раскопки, начали строить железную дорогу в сторону Таганрога. И рабочие наткнулись опять на вот эти вот находки, как бы, но никаких мер тогда не приняли. Однако проявил ко вторичному вот этому же открытию представитель археологической комиссии Строганов, который написал письмо на казному атаману всего казачьего, донского войска, казачьего, Черткова. Чертков отправил туда местных из Новочеркасска директора гимназии и художника, Робуша и Знабишина, которые вот это все зафиксировали. И с тех пор началась какая-то более-менее там работа. Причем надо отметить, что с 70-х годов того 19 века была проблема у городища, что она никак не контролировалась, люди это видели, жили в этом хуторе, и они просто растаскивали камни из этого городища для своих хозяйственных нужд. Фундаменты домов там строили, мосты там какие-то там еще что-нибудь, курятники даже. И никто, естественно, за этим не следил. С 70-го по 72-й год раскопки вел Хицунов, был такой товарищ, и считается, что именно при нем он возник, как оформился, как первый археологический заповедник именно полноценный. Что касается охраны, тогда выставляли, естественно, охранников, ну писали, что там писали жалобы, что вот растаскивают, и поставили дружину казачью для того, чтобы она охраняла памятник от растаскивания местными жителями, хотя были конфликты серьезные. Только в советское время это поставили на контроль уже постоянно, государственный контроль, за это карать стали серьезно, и как бы немножко преуменьшился пыл местных жителей. В 55-м году Академией наук была сформирована специальная Нижнедонская археологическая экспедиция с ростовскими университетами, музеями под руководством Шелова, которые приступили к научному уже исследованию этого городища. И тогда, спустя четыре года, к 61-му году, вот это городище признали заповедной территорией, заповедником. А в 61-м году, в 1961 году, он стал официально называться археологическим музеем-заповедником, одним из первых в России в таком роде, с вот этой огромной площадью в 3000 гектара, как я и говорил. С тех пор и развивается, и буквально вот в 2009 году его ставили вопрос от включения его в список ЮНЕСКО на сегодняшний день. Ну, это вот очень вкратце. Что касается мёдов, как я уже сказал, они присутствовали как местные жители, проживавшие в округе города, снабжали его, в общем, трудовой народ такой обычный. Селяне, которые выращивали пшеницу, какие-то там злаки, разводили скот и снабжали пищей город. Что касается, собственно, непосредственных находок на месте, то для этого стоит переместиться в основное здание музея. Здесь оно достаточно современное, здесь много различных композиций, посвященных, ну, скажем так, как общей истории отдельных периодов, так и хозяйстве, жизни каким-то находкам конкретным. Это и вооружение, это и разделение то, как там, ну, как греческое жилище выглядит, как милотское жилище, как кочевое. Там, допустим, видны отдельные как бы моменты, связанные с религиозными памятниками, потому что там было найдено древнее кладбище, например. Отдельно какие-то фигурки ритуального характера, на которые почему-то посетители музея по своей вот этой вот, наверное, темноте. Они кладут там монетки зачем-то прям в музей, на эти экспонаты, ленточками скоро повязывать начнут. Короче, так. Есть отдельная композиция, посвященная непосредственно самим археологами, которые там работали, то есть их инструменты, как это все делалось, там, как раскопки эти шли в городе. То есть есть большие экспонаты, восстановленная, допустим, целая там, не катапульта, но, как это это, проща огромная, в общем. И здесь даже отдельный скелет человеческий. Вот сам музей этот большой, там у него еще дополнительно есть электронные табло, где можно подойти там, полистать, почитать в электронном виде статьи, какие-то картинки посмотреть по этому поводу. То есть достаточно интересно, скажем так. И второй еще мне понравился там отдел, который связан был именно с одеждой. То есть отдел, в котором были восстановлены, реконструированы одеяния различных народов, проживавших в разные периоды времени вот в этом городе. То есть это времена и древние, это гречанки, там, греки, это сарматы, это миоты, ну и поздние времена, это татарские, там, допустим, мужчины и женщины, это деяния их. Это генуэзцы, там, итальянцы. Причем, там есть такая функция, что можно подойти к какому-то экрану специальному, встать, он так зафиксирует 3D-модель твою и, как бы, меняя на экране одежду, можно на себя это все примерить, что называется, посмотреть. Вот, как бы, это самые основные вещи. В общем, вот такой вот интересный музей под открытым недом будете в Ростовской области, обязательно заезжайте и посмотрите. В общем, оно того стоит и деньги совершенно мизерные для музея. На этом все. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь с друзьями. Будем продолжать серию про музеи. Всем пока.